Переходим к выступлению Андрея Майевского по этой работе подбора в Булково. Андрей расскажет как раз про то, как они в компании дезинфицируют процесс подбора. Про то, как? Немножко понюхно. Андрей, видимо, уже включил микрофончик. Да, Андрей скажет про автоматизацию подбора персонала, как они у себя это делают. И, в принципе, как устроен вообще процесс подбора в таких больших аэропортах, как в Булково. Это действительно тоже очень интересная тема. Андрей, прошу, мы тебя видим, пока не слышим. Подключайся. Коллеги, добрый день. Александр, спасибо, что пригласили. Коллеги, да, давайте я сейчас с вами поделюсь своим опытом и тем, что у нас происходит. У нас немножко необычный процесс, необычная компания, наверное. Хотя мы стараемся, мы стремимся к тому, чтобы быть обычной компанией с точки зрения процессов. Но, тем не менее, все-таки специфика есть. И в рамках этой специфики, в частности в подборе, нам приходится работать и жить. У меня, на самом деле, нет какой-то большой презентации. Я буду скорее рассказывать. У меня есть три вопроса, которые я хотел бы обсудить. И если у вас будут какие-то вопросы, то я готов на них буду отвечать. Я прошу прощения. Единственное, что у меня будет ровно в два часа уже следующий звонок. Поэтому я постараюсь уложиться за 25 минут. Если будут какие-то потом все-таки вопросы, со мной можно связаться. Я есть на Фейсбуке. Меня достаточно легко найти. Давайте я сейчас просто, чтобы вопросы, наверное, были перед всеми. Я их включу и, соответственно, начну. Так, да, на самом деле у меня три основных вопроса. Что происходит после внедрения автоматизации? Как устроена система подбора? И планы по диверсификации источников подбора. Коротенькое введение, наверное, про аэропорт. Кто не знает, в аэропорту Пулково работает 4,5 тысячи человек. Аэропорты в целом — это сезонный бизнес. Во время летнего пика растет подбор. И, как правило, у нас горячий сезон начинается где-то в декабре и заканчивается в марте. В марте-апреле. И заканчивается он, как несложно догадаться, за несколько месяцев. На самом деле до начала горячего сезона непосредственно пассажирских перевозок, которые наступают вместе с майскими праздниками, по одной простой причине. И эта причина связана с тем, что люди в аэропорты устраиваются достаточно долго в связи с рядом проверок, в связи с рядом непростых процедур. И, соответственно, для того, чтобы нам быть готовым к летнему сезону, нам по большому счету к марту нужно уже иметь, ну, по крайней мере, где-то 90-95% выполненного таргета. Ну и, соответственно, можно себе представить, что на протяжении трех месяцев у нас достаточно здесь весело. Вот. Поэтому подбор у нас строится такими, как я сказал, волнами и достаточно сильно зависит от внешних факторов. И здесь вот хотелось бы, наверное, и порассуждать, с одной стороны, а с другой стороны рассказать о том, что, в частности, вот в аэропорту Пулково, я не знаю, может быть, в других компаниях с этим дело обстоит лучше, но мы, к сожалению, не можем на 100% автоматизировать процесс подбора персонала. И это, конечно, нас значительно замедляет и значительно усложняет нам жизнь. Невозможно его полностью автоматизировать в силу того, что у нас помимо внутренних участников процесса подбора есть немало внешних участников, от которых зависит решение о найме или не найме кандидатов. Ну, как правило, это внешние проверки, получение допусков, прохождение медосмотров и так далее. Но в моем процессе подбора насчитывается как минимум 5 внешних участников. И это государственные участники, без которых нельзя вывести человека на работу и которых, к сожалению, мы не сможем автоматизировать, с какой бы АТС мы ни жили. Вот, поэтому это, наверное, одна из таких ключевых особенностей, которая во многом нас, а, тормозит, б, усложняет процесс, а, ц, наверное, тоже усложняет процесс подсчета стоимости найма, да, потому что, опять же, их решение о найме или не найме, оно, согласование или не согласование, так правильнее, оно непрогнозируемое и в сроке тоже нерегламентируемое. То есть государственные органы имеют право рассматривать заявки кандидатов до 30 дней. То есть, как правило, это может произойти через 30 дней, а может через 15, а может и через 5. Поэтому здесь тоже достаточно непросто. Если у кого-то из присутствующих более-менее схожая система или кто-то с подобными вещами сталкивался, я, конечно, с удовольствием бы эту тему пообсуждал, потому что, вот, в частности, буквально на этой неделе, в понедельник, у нас в процессе подбора появился еще один государственный орган, который принимает решение о найме. В частности, это психонерологический диспансер, которые тоже имеют свои регламентные сроки, и которых, к сожалению, автоматизировать нельзя. Но если отбросить все внешние сложности, которые нам преподносит специфика отрасли, есть ряд вещей, с которыми мне пришлось столкнуться, когда я пришел в аэропорт, и которые мы, в частности, благодаря френдворку смогли решить. У нас, как ни странно, не было никакой АТС-системы, и долгое время кандидаты к нам падали на почту cv.pulkova.ru. И здесь, наверное, я буду говорить какие-то такие совсем простые и очевидные вещи, но, тем не менее, наверное, о них имеет смысл поговорить. В первую очередь в том разрезе, что у нас была проблема с, как ни странно, отсутствием кандидатов, да, или отсутствием потока кандидатов и пониманием того вообще, какая у нас воронка, сколько у нас человек откликается на те или иные вакансии. И, казалось бы, была основная проблема с тем, что нам не хватало кандидатов на массовку. Ну, поскольку массовка – это один из таких ключевых, наверное, ключевых направлений по подбору, то это была такая постоянная проблема. И, ну, абсолютно очевидно и логично было то, чтобы вопрос с откликами, вопрос с качеством кандидатов можно было в том числе решить через внедрение АТС. Интересно то, что ранее к сезонному подбору мы относились тоже так двойственно, потому что, с одной стороны, мы там не успевали, и, с другой стороны, у нас был вопрос, опять же, а где же брать кандидатов. И здесь, с точки зрения источников подбора, мы, к слову, достаточно диверсифицированы и открыты, потому что, действительно, поскольку у нас основной блок – это массовка, нам важно иметь максимальное покрытие и действительно находиться в как можно большем количестве ресурсов и всеми силами говорить о том, что, во-первых, аэропорт – это не что-то недостижимое, это первое, а во-вторых, себя, в принципе, тоже позиционировать на рынке труда как интересного и перспективного работодателя. Поэтому мы с большим количеством платформ работали и есть опыт. В Пике, наверное, не напрямую от Пулкова, но через RPO-проект мы работали с 18 источниками. Это было, конечно, для меня удивительно. Было много данных, которыми можно было бы поуправлять, с которыми можно было бы поработать, посмотреть эффективность источников, посмотреть конверсию и так далее. Но и самое интересное, конечно, это то, что ни один из источников, как бы мы им эффективно не управляли, какой бы модели мы не работали, самым эффективным источником был наш карьерный портал на сайте Пулкова. В первую очередь это связано в нашем понимании с тем, что люди, которые хотят работать в аэропорту, они попадут к нам на сайт, и те, кто приходят к нам через сайт, это наиболее мотивированные, наиболее высококачественные кандидаты. Ни один из сторонних источников такое же качество нам, к сожалению, дать не смог. Буду очень рад, если это можно, таких же результатов можно будет достичь с другими платформами, но пока что победить это качество не удалось. И здесь, ну, это мы узнали как раз-таки еще до того, как у нас появился АТС, и, к слову, это, наверное, стало одним из основных, в том числе, триггеров для того, чтобы научиться не терять кандидатов, которые к нам приходят через АТС, прошу прощения, через карьерный сайт, и в первую очередь работать с ними. То есть еще раз, там, то, что нам дал АТС, и, опять же, наверное, я буду говорить что-то очень очевидное, но это все-таки такую гигиеническую базу для дальнейшего развития системы подбора персонала, процессов подбора персонала, и дала возможность понять, действительно, первое, кто наш качественный кандидат, откуда он приходит, какой это тип. на нашем объеме это очень хорошо можно заметить, и, что важно, очень легко. Вот. В целом, что касается, опять же, системы подбора, да, и то, что нам дал и дает АТС с точки зрения упрощения процесса и систематизации процесса, это то, что в нашем вот этом непростом процессе, который, к слову, может длиться до двух месяцев для самого рядового, в том числе, сотрудника, у нас появилась очень большая прозрачность процесса и очень хорошее понимание, где наш кандидат находится сейчас, потому что была огромная проблема понимать, кто где на каком этапе, кто что делает, и с учетом, когда в массовке счет идет на сотни, там переходит уже к тысячам, действительно, это нам очень помогает. Но, признаться, надо сказать, что массовка у нас, наверное, даже точно не сравнится ни с какой массовкой розничных сетей или банков, страховых компаний, которые сотнями нанимают консультантов или сейлс-менеджеров в год. Наш подбор где-то близится к тысяче человек, из которых где-то к летнему сезону у нас, как правило, идет человек 600, от 400 до 600, и, как правило, это сотрудники, которые приходят на временный контракт на три месяца, на очень четко обозначенный период времени, и остаются в случае, если, соответственно, у нас есть подходящая для них ставка. Если есть какие-то вопросы, между тем, я с удовольствием на них готов ответить. Перебивайте меня, задавайте вопросы. Я сейчас загляну в чат, в чате ничего нет. И, наверное, третье, о чем хотелось бы поговорить, это планы по диверсификации источников подбора. И здесь хорошо, что есть представители, в том числе, работных сайтов. Я в начале этого года ввел достаточно активное общение с разными порталами. Мне это было в особенности интересно, в свете того, что у меня наконец-то появилась база, от чего можно отталкиваться в виде ТС. И в целом, как я уже говорил, мы абсолютно здесь гибкие в плане того, с кем, с какими порталами работать, где получать отклики. Но в какой-то момент вопрос стал таким образом, что работные сайты, с которыми мы хотим и с которыми мы планируем работать, они должны в том числе интегрироваться с нашей ЭТС-системой. И это то, что я наблюдал в моем предыдущем опыте, когда мы внедряли ЭТС в международные компании, это является, наверное, одной из ключевых вещей. И было бы здорово, если бы рынок в этом направлении шел максимально активно, потому что в целом, по крайней мере, по моему представлению российского HR-тек рынка, все, в принципе, уже понимают, что такое ЭТС, для чего это надо, какие преимущества у внедрения этой системы. Ну и там крупнейшие сайты работодателей собственно уже интегрируются. Но поскольку рост HR-технологий у нас достаточно стремительный и новые ресурсы достаточно часто появляются, все-таки вот этот момент интеграции, на мой взгляд, ключевой, в первую очередь для компаний, которые только начинают свой путь в внедрении HR-технологий, адаптации HR-технологий просто с точки зрения культурного, культурной трансформации, потому что у меня если честно не поднималась и не поднимается пока что рука сказать своим рекрутерам, что вот у нас тут есть новый источник, он классный, он конвертит, но давай-ка ты больше не будешь работать в ТСК или по каким-то вакансиям ты будешь работать в ТСК, а по каким-то вакансиям не будешь. вот и то есть ну как бы это наверное сегодняшний день краеугольный камень. Не знаю повезло или нет сильно как бы столкнуться с этой проблемой серьезно не пришлось в силу ковида и подбор у нас значительно снизился, если не сказать, что приостановился по многим вакансиям. Вот и соответственно у нас просто выиграли немножко времени на то, чтобы дать наверное и рынку возможности собственно этими интеграциями заняться и через какое-то время вернуться к источникам и соответственно продолжить этот разговор и все-таки уже интегрировать там так или иначе отклики и работу с кандидатскими платформами. вот поэтому еще раз резюмирую если говорить про диверсификацию источников подбора для нас источников может быть много как я уже говорил еще раз карьерный сайт наверное для нас будет являться ключевым и в ближайшее время с точки зрения если не объема то качество этот тренд будет подтверждаться мы действительно много планируем инвестировать в будущем наверное в таком постковидном будущем соответственно в продвижении нашего собственного карьерного портала благо опять же с френдворком такой портал сделать было достаточно просто и я там самостоятельно это сделал за одни выходные вот но в том числе мы очень хорошо понимаем что и реклама и присутствие на разных платформах для нас будет являться ключевое просто в силу того что некоторый тип вакансий ну абсолютно не закрывается там крупнейшими джобордами или или наоборот очень хорошо закрывается нишевыми поэтому здесь мы открыты здесь будем разговаривать но опять же у меня такой наверное месседж к индустрии и я уверен что клиентами он очень хорошо воспримется то что интеграции сегодня наверное будут все больше и больше играть ключевую роль в принятии окончательного решения поскольку все-таки там рекрутерские команды они за повышение эффективности за работу в единой системе и где-то восприятие АТС происходит легче где-то происходит сложнее но чем чем больше процессы будут сведены в одно в одну экосистему тем тем легче будет и рекрутерам и как мне кажется игрокам на рынке как джобордов так и АТС спасибо вот мысли мои мысли которыми хотел с вами поделиться если есть вопросы с удовольствием готов на них ответить Андрей большое спасибо вот есть вопрос от Анны какие конкретно 18 источников что конкретно пробовали можешь ли ты назвать все которые может быть из этих 18 хотя бы показали наибольшую эффективность или наоборот по какой-то причине может быть эффективной не сработали Слушайте я могу а мы бренды можем называть Ну смотри то есть если так аккуратненько мы понимаем что у всех немножко подбор разный поэтому ты допустим скажешь что очень резко в каком-то сайту а кажется что он просто не сработал потому что аргументируй а так почему нет Я сейчас не скажу ну то есть это было в прошлом году в этом году у нас массового подбора не случилось то есть мы все остановили 12 марта или 13 марта просто вот нажали кнопку стоп и больше ее не отпускаем я сейчас скажу по по эффективности что у нас лучше всего работало например 2019 года по непосредственно воронке я сейчас все 18 источников не скажу но мы мне кажется были везде где можно было мы были везде и самое что интересно как бы накопительный эффект от рекламы и так далее он нас еще после того как мы остановили проект накопительным эффектом это еще все работало где-то наверное недели две с половиной после того как мы остановили проект с точки зрения эффективности источников это был наш карьерный портал номер один номер два это был самый большой джоборд страны страны номер три это была наша лендинговая страница которая была завязана на АТС нашего пиопартнера у нас тогда не было своей АТС но это был 19-й год прошлое лето поэтому у нас все отклики были завязаны соответственно внешне на этот лендинг это значит был третий ресурс четвертый ресурс был была компания Авито пятый пятый ресурс я не помню по-моему если я не ошибаюсь это была это по-моему был Ворки но я точно не помню могу посмотреть это не сложно могу просто посмотреть вот дальше было ну много других сторонних ресурсов которые там с большим или меньшим успехом конвертили вот ну вот как-то так Слушай на самом деле очень интересно потому что в зарубежном рынке очень многие компании большие небольшие активно продвигают свою карьерную свою карьерную страницу свой карьер пейдж и это хорошо работает в том числе у себя получается и в России так же подтверждается что левая страница хорошо работает и получается что еще реклама у тебя хорошо работает ну то есть тоже именно не внешний ресурс а реклама когда вы сами настраиваете рекламу для себя и это тоже тренд то есть когда уже HR потихоньку идет в это я думаю что это тоже будет развиваться потому что мы про это тоже сделаем отдельное мероприятие про то как правильно и вообще как коллеги настраивают рекламу для того чтобы получать трафик ну для нас действительно важно качество кандидата и здесь наверное это играет ключевую роль то есть через какой ресурс получать качественных кандидатов которые замотивированы именно в работе именно в работе в аэропорту Пулково потому что в частности аэропорт Пулково это не работа у дома и сюда нужно ездить прямо ездить аэропорт Пулково это не работа на которую можно выйти завтра ну и при этом мы как бы соревнуемся по рынку с зарплатами да то есть где-то мы выгоднее где-то мы значительно невыгоднее к сожалению поэтому у нас ну здесь достаточно рыночная ситуация и опять же повторюсь что для кого-то какие-то компании для нас являются донорами для каких-то компаний мы являемся донорами например поэтому мы здесь несмотря на специфику аэропортового бизнеса и казалось бы монопольное положение на рынке да мы все равно достаточно активно соревнуемся за кандидатов в особенности массовом подборе но ключевым фактором для нас является качество кандидата и его мотивация потому что как я уже говорил у нас там есть кейсы когда до двух месяцев может происходить трудоустройство а потом еще и обучение потому что трудоустроившись вы не выходите сразу же на работу на стойку регистрации поэтому это такая долгоиграющая история и здесь очень важна мотивация и пока что мы видим что действительно мотивированные кандидаты они приходят ну либо после окончания университета либо значит после либо через наш карьерный сайт понятно да действительно то есть у тебя в этом отлично нужны действительно сильно мотивированные кандидаты а вы пробовали в компании что-то типа чат-ботов нет чат-ботов мы конечно же хотим но мы еще не пробовали вот и опять же вот в этом году думаю бы попробовали если бы не то что произошло вот поэтому мы и хотим очень попробовать видеоинтервью и мы верим что видеоинтервью нам даст очень хорошую конверсию и здорово нам оптимизирует процесс и повысит качество кандидатов на массовке вот то есть ну еще раз мы как бы открыты к миру но сейчас наверное там хорошее может быть сейчас хорошее может быть время для пилотов но как бы пока что тоже не репрезентативно потому что там мы даже если раньше мы могли дать там каким-то компаниям объем протестировать то есть сейчас нам даже нет у нас нет объема поскольку массовка остановлена понятно ну на самом деле действительно и с чат-ботами я думаю что тоже к этому разговору вернемся действительно мы тоже видим здесь определенные возможности в индустрии опять же сделать подбор немножко комфортнее и для рекрутера естественно и для кандидата так ну что коллеги мы получается практически уложить в тайминг Андрей как раз убегаешь два часа ровненько так коллеги я извиняюсь должен бежать если действительно у кого-то есть вопросы то я на них буду рад ответить после после звонка в свободное время пожалуйста обращайтесь да если вы увидите вопросы хорошо спасибо коллеги спасибо что были сегодня с нами мне кажется было очень интересно мы услышали от крупных джопбордов обновления что у них нового как они могли нам подрезать текущие обстановки мы услышали про автоматизацию подбора персонала как сейчас коллеги это используют и как получают эффективность текущей обстановки в принципе еще и до этого мы узнали что многие смотрят в сторону чат-ботов видеоинтервью и то что не забываем про собственно и небольшие улучшения которые в том числе делаем и мы это помогая в общем-то HR индустрии справиться с текущей ситуацией это то что и Дриф специальное наше решение для браузера мы позволяем сократить затраты на нашего монополиста который к сожалению повысил цены за счет того что вы не проваляете тех которые уже есть в вашей базе то есть не платя за дубликаты фактически я думаю что на этом мы не остановимся и в итоге будут еще другие решения которые опять же помогут индустрии двигаться вперед потому что я скорее смотрю на это все очень позитивно и хоть и ситуация такая в моменте очень неприятная но понятно что бизнес будет подстраиваться в итоге я думаю что бизнес поймет что может быть в какой-то мере придется тратить больше денег может быть мы все спокойно справимся с этим за счет оперативных источник и научимся примерно такие же бюджеты но тем не менее все равно все равно это значит что в учебе в учебе пойдет немножко больше денег значит мы все как участники чартех на самом деле выиграли то есть мы в итоге в перспективе где-то вот действительно на этом хорошо все выиграем в той или иной степени где-то нам будет легче сопоставить бюджеты где-то появятся интересные более удобные рациональные оптимальные для нас решения и в итоге это позволит опять же сократить определенную монополию и в итоге диверсифицировать предложения на рынке вы сможете выбирать из нескольких похожих предложений и это очень замечательно и это очень замечательно и это в какой-то мере меня действительно даже радует коллеги большое спасибо что еще были с нами надеюсь что было очень полезно обращайтесь всегда открыто к вашим вопросам сообщайте нам что хотели бы знать мы проведем новое какое-то мероприятие либо передадим вопросы нашим спикерам спасибо всем хорошего дня и успешного подхода